Добрый день! В студии Борис Штернгов или программа «Ивлейская энциклопедия». Наш проект продолжает знакомить вас с традициями иудаизма, которые насчитывают тысячи лет и которые продолжают оставаться актуальными сегодня. Ну а главная тема программы уже через секунду на ваших экранах. Праздник Шивуот мы отмечаем 6-го Сивана в честь величайшего события в истории мира и еврейского народа – Синайского откровения. В этот день в 2448 году от сотворения мира или в 132 году до новой эры сыны Израиля получили от Всевышнего Тору и 10 заповедей – морально-этическую основу современной цивилизации. По сути, в этот день произошло нечто, что смогло объединить физические и духовные аспекты жизни. Выход из египетского плена, физическое освобождение от рабства завершилось процессом духовным, признанием единственно возможной власти – власти Всевышнего, власти Создателя и его законов, то есть дарованием и принятием Торы. Название Шивуот, упоминаемое в Торе, буквально означает «недели», и это обусловлено тем, что его отмечают после отсчета 7 недель, начиная со второго дня Песаха. В Талмуде употребляется даже название «Ацерет» – «завершающий праздник». Это идея о том, что день дарования Торы завершает исход – освобождение от рабства. Плюс необходимо упомянуть и сельскохозяйственный аспект, ведь у Шивуоты есть еще два названия – «праздник жатвы» и «день первых плодов». То, чем интересен праздник Шивуот, это в том, что все евреи везде и всегда отмечают его как день дарования Торы. В этот день Бог с горы Синай разговаривал с нашим народом, рассказывал заповеди, вот те знаменитые десять. Но в Торе он совершенно не упомянут как этот день. В Торе этот праздник называется праздником недель, после того, как отсчитывают 7 недель после Песаха, или праздником первых плодов, то есть начало сбора урожая. Отдельно в Торе описывается дарование Тора, как оно выглядело, довольно в подробностях, но нигде это не соотносится. Мы это знаем из традиции, которая говорит нам, вот видите, вот там описано то, вот это было в тот же самый день, это оно и есть. Что мы отмечаем? Конечно, мы скажем, что сельское хозяйство – это некий исторический фрагмент или важная часть нашей жизни, и скорее вот сельскохозяйственный момент будет воспринят иносказательно, в том плане, что Песах – это начало посева, то есть это возникновение, рождение народа, а Шавуот – это первый результат, первые плоды в этом смысле. Шавуот имеет статус праздника Исторы – Йомтов. В этот день запрещено все то, что с точки зрения законов субботы считается работой. Кроме использования огня, приготовления пищи и перемещения разнообразных вещей из разных типов владений. Шавуот, как и все еврейские праздники, начинается вечером с заходом солнца. День дарования Торы описан самым подробным образом. В пятикнижии Моше зафиксированы все действия, которые должны были совершить Моше и евреи. С шестого Сивана у горы Синай евреи не просто получили сакральную книгу, они увидели откровение. Синайское откровение, дарование Торы было кульминационным моментом еврейской истории. Народ, вышедший из египетского плена, предстал перед Всевышним на глазах у других народов и получил документ – договор на все поколения, какого до сих пор в истории не было. Шавуот, праздник дарования Торы неразрывно связан с другой важной идеей в иудаизме – избранностью еврейского народа. Потому что именно в этих обстоятельствах, то есть при даровании Торы, наш народ, собственно, и был выделен, то есть избран для определенного служения, для определенной миссии Богом. Собственно, заповеди и выделяют вот ту миссию, которую Бог дал нашему народу. При этом в Пятикнижии упомянуто еще и то, что евреи выбрали Бога своим Богом, отказавшись от идолов, от другого формата диалога с реальностью. Где-то это похоже на свадьбу, когда жених выбирает невесту, невеста выбирает жениха, и дальше возникает понятие семьи. Поэтому в аллегорическом плане Шавуот иногда называется днем свадьбы евреев и Бога. Согласно традиции, речения Всевышнего слышали все 600 тысяч евреев, вышедших из Египта. Услышать их вновь в синагоге – одна из главных заповедей праздника. В Пятикнижии есть ряд упоминаний, таких отчеловечиваний или визуализаций Бога. И иногда это крепкой рукой Бог вывел нас из Египта, а есть ли у него руки. А иногда человек создан по образу и подобию. А вот в Шавуот говорится, что они увидели Бога. Что бы это значило? Ведь тот Бог, в которого мы верим, он нематериален вообще и в частности нечеловечен. Ему не свойственно ни на уровне тела, ни на уровне структуры личности то, что свойственно существам, живущим в материальном мире. Поэтому все, без исключения толкователи Торы, говорят, что здесь нужно понимать это иносказательно. Просто Тора говорила человеческим языком. Тора хотела быть понятной людям, поэтому она говорила вот такими понятиями. Но, с другой стороны, с возникновением, например, телевидения или электронных носителей, это становится еще более понятным и ясным. Когда мы записываем эту передачу, вся информация записывается в каких-то единицах, которые на самом деле не визуализируемые, они не видны. То есть их можно рассмотреть под микроскопом, но они будут иметь вид совершенно не похожий на то, что мы видим как изображение на экране. Но когда мы хотим, чтобы было что-то видно, мы добавляем интерфейс, монитор и драйвер, который конвертирует вот эту невизуализированную информацию для наших глаз. Также и Бог выдал некую картинку. Это не он, он на самом деле другой. Но поскольку он вел диалог с нами, а у нас есть глаза, он создал со зрением, то он и дал нам какую-то визуализацию, которая не претендует на то, чтобы изобразить его, но даст визуальные впечатления. Вот мы видели Бога, это было светло и ярко, например. В Шивуот, согласно закону, завершается и очень специфический период времени – счет Омера или Сферат Аомер. Путь к Синайскому откровению занял семь недель. Народ Израиля покинул Египет 15-го Ниссана, это первый день Песаха. А в день 6-го Сивана, то есть в день дарования Торы, евреи собрались у подножия горы Синай. В Торе сказано «Отсчитайте себе от второго дня праздника, от дня приношения вами Омера возношения, семь полных недель». Во вторую ночь Песаха начинают отсчет дней между праздниками Песах и Шивуот. Этот отсчет называется «Сферата Омер» в память об Омере, мере ячменной муки, которую во второй день Песаха приносили в храм, как дар Всевышнему. Как объясняет Каббала, 49 дней, соединяющих день исхода и день дарования Торы, олицетворяют 49 аспектов сферот, качеств души, которые определяют наклонности человека и его качества. Каждый день соответствовал очищению одного из них, приближая народ Израиля на одну ступень ближе к соединению с Создателем и получению его закона. «Счет Омера» — это неотъемлемый элемент вечерней молитвы с Песаха по Шивуот, когда произносятся особые тексты и благословения. Причем после подсчета дня упоминается именно тот аспект душевных качеств, который должен быть исправлен в соответствии с этой системой последовательного восхождения к совершенству души. Вечернюю молитву в синагоге начинают чуть-чуть позже обычного, чтобы удостовериться, что счет Омера завершен. А сразу после торжественной трапезы евреи возвращаются в синагогу для того, чтобы всю ночь учить Тору, читая «Тикун лель Шивуот» — сборник текстов, обобщающих всю письменную Тору. Обычай «Не спать в ночь Шивуота» исходит из события, которое вскользь упомянуто в Пятикнижии. Когда описывается дарование Тора, там написано, что еврейский стан содрогнулся от звуков шофара, которые Бог устроил во знаменование начала дарования Торы. И толкователи, когда говорят, от чего они содрогнулись, почему они вздрогнули, отвечают, потому что проснулись. Их это разбудило, они вздрогнули, проснувшись. А почему они спали? Они хотели принять Тору в состояние сна. Они были здравомыслящими людьми, они понимали, на что они идут. Они уже ряд заповедей получили дотугу. Они видели, что Тора не требует ничего невозможного, но Тора требует напряжения. И они решили, что лучше принять Тору в сепарированном состоянии души и тела. Пусть душа примет Тору, это будет постепенно. Душе легче. А Бог их разбудил, сказав им таким образом, нет, вы неправильно поняли. Финальная задача, она не в духовных мирах. Если бы я хотел, чтобы было все легко, непринужденно и комфортно, я бы дал Тору ангелам. Я хотел дать Тору в материальном мире для того, чтобы столкнуться со сложностями, для того, чтобы приходилось перешагивать через себя. Потому что на вот этом преодолении себя возникает главная ценность Торы. Когда она не проста, не очевидна, а стоит усилий. Вот тогда, тогда есть ценность, тогда есть ценность. В хасидских и сепардских общинах ночь праздника – это ночь исправления. Литваки в эту ночь учат Талмуд. Но во всех общинах так или иначе принято читать книгу «Рут», описывающую историю маовитянки, принявшей иудаизм и ставшей прабабушкой царя Давида. Согласно одному из объяснений, присоединение «Рут», как и любого, принявшего иудаизм к еврейскому народу, подобно принятию Тора у горы Синай. Кроме того, в книге «Рут» подробно описываются различные... Хотите узнать об этом больше? Найдите ближайшую общину Хаббат-Балия в своем городе. Там ответят на ваши вопросы. Вся информация об этом на странице Хаббат-Балия в фейсбуке. Адрес страницы у вас на экране. Сегодня отправимся в Варшаву, столицу Польши. Настоящий легендарный еврейский город. Подробности в сюжете Саши Коган. Аидыши Варша. Варшава, ты была полна евреями, как в судный день синагога. Конечно, нынешнее еврейское население Польши это лишь крошечная часть того, что было до войны, когда в Польше насчитывалось до 3,5 миллионов евреев. Тем не менее, в Варшаве 21 века существует пусть маленькая, но вполне процветающая община, а точнее несколько религиозных еврейских общин, среди которых даже община грузинских евреев. В столице Польши находится волонтерский центр, международная организация еврейской молодежи, Ясли, детский сад, начальная и средняя школа, спортивный клуб Маккаби, еврейский исторический институт, музей истории польских евреев, центр Таубе, который проводит экскурсии по еврейским местам в Польше, и центр еврейской общины Бейтхабад, где по субботам негде яблоко упасть. Все страждущие кошерные трапезы приходят сюда. Есть, правда, в Варшаве кошерный ресторан, но большинство предпочитают Бейтхабад. Здесь ведь всегда тепло, как дома. Кстати, в первую очередь стоит зайти в центр Таубе. Плоть довоенной Варшавы утрачена безвозвратно. Ее нельзя просто увидеть из окна туристического автобуса или ощутить, прогуливаясь по улицам. Ее надо знать. Путешествие по Варшаве – это путешествие не по земле, а по истории, литературе и живописи. После восстания в Варшавском гетто в апреле 43-го года, когда почти безоружная, голодная, но не сломленная еврейская молодежь в течение нескольких недель сражалась с немецкой армией, нанося ей неожиданный урон, самое большое гетто на территории Европы было стерто немцами с лица земли. Даже здание большой синагоги, находящееся далеко за пределами гетто и построенное еще в конце 19-го века, то здание, где до войны собирался весь цвет еврейской интеллигенции, было взорвано лично генералом СС – Юргеном Штропом, который усматривал в этом незабываемую аллегорию триумфа над еврейством. Так был положен конец еврейской общине Варшавы – древней, великолепной, многоликой. Кстати сказать, сегодня на месте большой синагоги находится Еврейский исторический институт. Польско-еврейский роман начался 800 лет назад, когда евреев зазывал к себе польский князь Болеслав, щедро раздавая им привилегии, которые не получала ни одна другая община – свобода вероисповедания, передвижение, общинную автономию. А в 20 веке между двумя войнами существовало три основных центра еврейской жизни – Нью-Йорк, еврейский ишу в Палестине и Варшава, основоположница еврейской ашкенатской кухни – искусство, политики, религии. Из еврейских достопримечательностей уцелели немногие. Еврейское кладбище на улице Окоповой – единственное место в Варшаве, где можно попытаться оценить размеры еврейской общины города. Здесь около 150 тысяч надгробий. Синагога Ножиков, расположенная на улице Тварда, является единственной варшавской синагогой, уцелевшей в той войне. Она была построена в неоромантическом стиле и вмещала до 600 человек. Дом сирот Януша Корчика, или, как его называли в двоенной Польше, дом старого доктора, существует до сих пор. Здесь воспитывали детей, основываясь на уважении к ребенку. Перед фасадом здания – памятник Корчику. «Нет больше улиц желязной, крахмальной, твардой. Ярмарка завершилась», – писал поэт Кацинельсон. Что ж, ярмарка, может, и завершилась. Да осталась память. Наиболее характерная черта этого города. Только благодаря ей и существует Аиды Шеварша. В ближайшую субботу в синагогах будут читать недельную главу Торы «Бэмидбар». Подробности от Равина Иосифа Херсонского. Глава «Бэмидбар» и книга «Бэмидбар». Одно и то же название. На этой неделе мы начинаем четвертую из пяти книг Торы, которая учит нас структурности нашего народа. И скажу, что, наверное, эта глава и эта книга в диаспоре будут более понятными, чем для нас, жителей Израиля. О чем эта книга, лучше понять в контексте всего пяти книжей. Если книга «Бэрэйшит», первая книга Торы, учит нас путям личностей, диалогу «человек-бог» на уровне «я-бог». Книга «Шмот» дает нам понимание того, как прийти к тому, чтобы быть частью еврейского народа. Здесь перестанет ключевую роль играть личность, и каждый отдельно взятый человек начнет цениться как часть избранного народа. Книговая экрана скажет нам о коинах и о религиозном формате ухода от светской жизни для того, чтобы посвятить себя, свою душу, свое время и силы прямому служению Богу через изучение мудрости этой книги, через служение в храме и так далее. Для этого не обязательно быть коином. Любой человек может, так сказать, войти в этот ковчег и спастись там от потопа. Последняя книга «Дворим» научит нас другому формату, не менее кошерному. Это светская жизнь по справедливости, по правилам, по заповедям. Когда человек работает, ходит в театр и кино, но и там он живет по заповедям Торы и таким образом, ну что ли, внедряет стандарты Бога в наш мир. Так, например, ну, прижились заповеди «Не уби, не укради», а последнее Евровидение очень хорошо внедрило другую ценность Торы, которая говорит о том, что человек не чья-то игрушка, а человек — это уникальное творение Бога, никто не может манипулировать и распоряжаться им. О чем же в этом контексте говорит четвертая книга «Дворим»? Здесь речь пойдет о структуре нашего народа. Разные главы этой книги, одни из них опишут структуру из 12 колен и расположение колен в стане, и это будет поучительная тема, к которой мы еще вернемся сегодня. Здесь будет тема «Бунтовый угроз внутренних и внешних», которые могут помешать евреям как народу достичь своей цели, реализовать свою миссию. Здесь будут опять упомянуты наши еврейские праздники. Кроме этого, книга расскажет о пророчествах, о будущем нашего народа и о передвижении траектории евреев по пустыне. 39 остановок, которые сделали наши предки на пути из Египта в Израиль. Вернемся к структуре нашего народа. Это 12 колен знаменитые, и каждый отдельно взятый еврей имеет родословную, восходящую к тем самым 12 коленам. И хотя сегодня эти знания утеряны в нашем народе, но тем не менее есть принадлежность, в том числе на уровне душ и ментальности людей. Есть разные типы евреев. В нашей главе Тора разделит все 12 колен и все типы евреев на 4 группы. На авангард, роль которого быть лидерами и задавать движения. Они первые, которые двигаются по слову Бога, и это определенного типа люди. На арьергард, в котором находились, наверное, самые добрые и заботливые евреи. И одной из задач которых было подбирать все, что идущие впереди колено теряют. И это можно понимать как в прямом смысле, так и в образном, переносном. Мы знаем людей, которые любят помогать потерянным людям. И еще два стана, северный и южный. В южном находились богатые евреи, а в северном умные. Эти четыре драйвера, авангард, арьергард, состоятельные люди и умные люди, они, собственно, и составляют ключевую структуру и скелет нашего народа. Здесь каждый может посмотреть на себя и найти свое место в жизни, исходя из этой структуры, предложенной Торой. Нам, живущим в Израиле, это, наверное, сложнее понять, потому что мы уже оказались в некой среде, которая предлагает, что ли, структурную замену этой истории. А евреям в диаспоре это более понятно, потому что еврейская жизнь вне предела в Израиле – это жизнь в гостях, и то, на что можно опереться – это на Тору. Давайте же и мы, живущие в Израиле, не будем забывать о главной ценности и главной книге нашего народа и попробуем выстроить себя, свою жизнь, исходя из этой мудрости. Продолжение следует...